Израиль и переселение Израильское правительство просило их вывезти из сектора газа. Выводить из сектора газа не так-то легко оказалось, потому что разрешение нужно того же даже Израиля, чтобы людям выйти оттуда, и Хамаса или местного руководства. И выводить куда людей тоже было некуда. Египет не хотел принимать этих людей. Зачем нужны чужие люди, тем более воинственно уже настроенные, поскольку они только что с войны. И у них одна была такая зеленая зона, я имею ввиду зеленый светофор для шествования, это пустыня. Мне как раз сразу вспомнилось, как Моисей когда-то 40 лет водил израильтян по пустыне. Что вы скажете по поводу переселения жителей? Какое решение приняло правительство Израиля по этому поводу? Да, вот кстати, пока мы говорили с вами, записывали первую часть ролика, только что опубликовано, что израильские силы вошли на территорию госпиталей, уже ведется перестрелки и бои на территории больницы, этого медицинского центра Шифа. Вот мы об этом говорили, вот как раз в эти моменты, буквально последний час, началась с нескольких сторон такая полномасштабная атака на вот этот комплекс с заходом большого количества сил. Поэтому это еще раз говорит о том, что мы освещаем самые актуальные моменты, ну происходящего и то, что реально происходит непосредственно. Значит, что касается вот этой главной тяжелой темы палестинских беженцев из Газы. Значит, там действительно проживает более двух миллионов человек, примерно 2,2 миллиона. Из них выехало на сегодняшний момент с территории Газы менее 200 тысяч в Египет, да, только в Египет у них есть выход. И, соответственно, внутренние переселенцы, внутренние беженцы с северной и центральной части Газы на юг составляют уже полтора миллиона человек. Ну и, естественно, разрушены, как мы уже говорили ранее, две трети жилочного фонда Газы, практически все уже гражданские инфраструктуры. То есть даже возвращать, да если завтра прекратится война и боевые действия интенсивные, возвращаться, по сути же, некуда. И тут израильское правительство вчера буквально опубликовало официальный план по переселению. Значит, он называется на иврите, очень странное слово выбрали. Он называется почему-то трансфер. Трансфер, значит, откуда я скажу, это очень интересный момент. Идея трансфера арабского населения существует, ее объявил в свое время такой кремлевский политик израильский, а Виктор Либерман предлагал все трансферить, трансферить палестинцев. Но на самом деле план трансфера был впервые реализован нацистской Германии, это официально, в 38-м году в отношении евреев, которым было разрешено переехать на Палестину, в Палестину, на палестинские земли. То есть это на самом деле план нацистского режима. То есть план трансфера, он известен на иврите под словом Гаавара, и он был официально, то есть эти все данные есть в Википедии, можно прочитать. Он был официально подписан между фашистской Германией и еврейским агентством Сахнут по переезду евреев и частично их собственности из Германии в Палестину. И вот это очень интересный момент. Взяли этот план и фактически его актуализировали для палестинцев из Газа. Значит, что он из себя представляет? Во-первых, кем он написан? Написан он двумя, что это тоже очень интересно само по себе. Он написан двумя парламентариями, членами самой ключевой, одной из двух самых ключевых комиссий парламента. Это по международным отношениям и безопасности. То есть это профильная комиссия парламента. И написан он представителем коалиции Дани Даноном и оппозиции Рам Бен Барак. Это бывший заместитель главы МОСАД. Ну, личность такая довольно скандальная. Но интересно, что они из двух противоположных логики. То есть это представитель коалиции, член партии Ликуд от Натанияу Дани Данон, который занимал министерские посты, то есть человек высокого ранга. И Рам Бен Барак это представитель такой вот светской партии Ешатит, которая антирелигиозная даже в какой-то степени, можно сказать, но при этом тоже сионистская. Значит, поскольку мы это говорили, все израильские партии, включая ультралевых, официально считаются и признают себя по уставу сионистскими партиями. Так вот, они составили план переселения, масштабного переселения палестинцев. Куда? Значит, предлагается такая очень размывчатая формулировка, что неплохо было бы палестинцев переселить в западные страны. Вот именно так написано. Почему в западные, а не в арабские, непонятно. Возможно, это одно из соглашений вот этих вот подводных, которое было достигнуто между Израилем и арабским шейхом, которые не хотят принимать у себя палестинцев. Именно поэтому Данон и Бен Барак предлагают, значит, палестинцев переселить именно в Европу. Кстати, в этом может быть очень хитрый ход на самом деле, вот в ключе сионистского мышления, чтобы палестинцы злые, вот эти обездоленные, которые из газа переедут в те же самые Франции, Бельгии, Германии, они потом евреев начнут там, естественно, шебуршить, и евреи начнут бежать в Израиль. То есть это такой план двойного действия, тандемный, как всегда. Но я бы хотел дать свое предложение. Если уже речь зашла о переселении палестинцев, и куда их переселять, у меня есть чисто практически в этом плане подход рациональный и обоснованный экономически. И заключается он в очень простой вещи. Израиль, маленький наш Израиль, за последние два года принял из России 64 тысячи беженцев. Я просмотрел сейчас статистику. Вот с начала войны в Украине, в Израиль из России переехало 64 тысячи беженцев, которые убежали от путинского режима. Неважно по каким причинам, но факт остается фактом, 64 тысячи россиян переехали в Израиль. Почему бы России не принять по бартеру вот этих жителей газа один к одному? Мы приняли 64 тысячи россиян, маленький Израиль. Пусть Россия примет 64 тысячи палестинцев. Это же абсолютно логично. А если на это смотреть еще шире, то в Израиле проживает на сегодня 160 тысяч граждан России. Ну, это с 95-го года те, кто переезжал в Израиль, да? С 96-го там фактически. 160 тысяч. То есть Россия вполне могла бы башь на башь поменяться с Израилем и принять к тому же израильтяне и евреи, готовые отдать палестинцам свои земли в России. Еврейскую автономию в Хабаровском крае, она же пустошь. Я там был, мой начальник там раза в 3-4 был. Там пустошь. Мы туда ездили по свинокомплексу, по проекту. Вот. Поэтому там вообще населения никого нет. Только китайцы немножко. Нет, подождите, вы хотите занять место, которое Китай приготовил для себя. Здесь вы вступаете в конфликт с Китаем. Там всем хватит места. Там всем хватит места. Тем более, я говорил, с китайцами, они там жить не хотят. Вот на этих болотах с комарами они же точно не хотят китайцев. Поэтому да. Да, вполне возможно, что Россия возьмет гражданцев. Да, я, кстати, смотрел по площади. Вот площадь палестинской автономии, еврейской автономии, очень близка. Там фактически километр к километру. Поэтому мы готовы отказаться от еврейской автономии в России и полностью передать ее палестинам. Но это шутка. Но на самом деле, на самом деле, вот Галкин с Пугачевой уехали в Израиль. Израиль их принял в дом. У них там особняк гигантский остался. Почему бы не поселить туда 10 семей сектора газа? Пусть вот по обмену, культурному обмену Галкин с Пугачевой в Израиль, а полиции из газа пусть едут в деревню. Ну что вы. Там у нас свои швондеры и шариковы, которые тут же захотят взять... Они уже раскрыли глаза на это. Конечно, конечно. Так что палестинцев, вероятно, только куда-то в болото. Но ваша мысль имеет под собой почву. Может быть, мы так и шуткой это все говорим, но это... Да, мы, конечно, это подаем как юмор, но на самом деле Россия, которая позиционирует себя в дружеских отношениях с Хамасом, да? Хамас за последние три месяца дважды был в Мали. Так помогите палестинцам, реально помогите, вышлите борты и пригласите к себе там 20, 30, 40 тысяч. Что такое Россия, которая ежегодно теряет население по 100 с чем-то тысяч? Что такое для них принять 60 тысяч этих обездоленных палестинцев? Почему бы нет? И ведь возьмут. Я думаю, что возьмут, да. Возьмут. И будет опять конфликт местных евреев и палестинских... Это не так. Я, кстати, не думаю, что будет какой-то конфликт. Просто если взять эти шипы. 60 тысяч палестинцев и размазать по территории России, это... Что там приедет? По 10 семей в каждый город? Какие там конфликты могут быть? Это первое. Второе, ну, конечно же, очень подлинненько себя ведет Египет. Сиси себя показал, тоже мне, большой друг палестинского народа. Палестинцы граничат, Газа граничат с Египтом, но также граничат, как она с Израилем. И ты, их брат, мусульманин. И брат, как бы, потому что де-факто 30% жителей Газа, они имеют право на получение египетского гражданства, потому что у них родственники в Египте. Так почему же Египет отказывается принять, тем более ему готовы все это оплатить? То есть он не возьмет на себя ни копейки расходов. Израиль и Америка предложили Египту списать 8 миллиардов долларов на то, чтобы он принял там сколько-то тысяч этих палестинцев. Треть из которых, я подчеркиваю, имеют родственников в Египте. То есть это типичное воссоединение семей. Им там построят кибуцы, им там построят фермы. То есть и жилье, и работой они будут обеспечены, эти палестинцы, которые переедут с Газа. Поэтому нет никакого смысла действительно восстанавливать Газу. Никто этого делать не будет. Израиль этого не допустит. Потому что, ну, фактически это зам пригласить туда Хамас в власти. Поэтому в Газе, я думаю, останется где-то примерно процентов 30 от нынешнего населения. Ну так, примерно. Остальные будут вынуждены все-таки куда-то переехать. И с точки зрения экономической, они точно улучшат свои условия бытовые, чем те условия, в которых они находились в Газе. То есть во всех отношениях, с рациональной точки зрения, решение о переселении, значит, жителей Газа, оно правильно. Но это нужно, конечно, будет согласовывать. Вопрос, как это будет согласовываться, с кем это будет согласовываться. Я не знаю, это трудно сказать. Это будет большая дипломатическая работа. И самое главное, это будет большой... Ну, я уверен, российское правительство это поддержит, если им пообещают пару миллиардов западных средств. Или евреи оплатят это дело, чтобы переселить этих палестинцев в Данбак, например, там пустующие территории, еще куда-то. А вы говорите, Ариэль, что почему дали такое слово трансфер, да? Да это как для товара. Товар купил, продал, купил, продал, отправил за деньги в Россию. Это тоже товар. То есть люди стали товаром. Люди перестали быть, как бы, как мы раньше, еще лет 50 назад воспринимали, как нечто такое божественное. Обычный товар. Вот видите, вы же сами сказали, западят евреев. Кстати, это очень интересный момент. Это очень интересный момент, что план назвали трансфером, потому что трансфер это бартер. Что такое трансфер? Это бартер, обмен. И к людям применять это слово, ну вот только фашистская Германия могла его применить. То есть других претендентов таких нет. Говорят в отношении территории, обмен территориями. Но территория это тоже не люди. Это все-таки обежизненно. Да, это просто метры земли. Поэтому, конечно, это все очень интересно. Это говорит еще раз о том, что, и это связывает нас к другому моменту, что все началось в определенную дату, 7 октября. Да, это, вы знаете, что это за день вообще? Это праздник Симхат Тора. Интересно, кстати, рассказать вам, потому что вы как бы специалист в этом профи, да? Расскажите, что за праздник? Это праздник Торы, да? Да, это праздник. Значит, есть два праздника. Один из них это Шавуот, это день дарования Торы. По-русски он называется Пятидесятница. Это 50-й день после окончания Песоха. Значит, это день дарования Торы. А Симхат Тора – это праздник, когда заканчивается цикл чтения, годовой цикл чтения Торы. Каждый год Тора делится на 52 отрывка, недельные главы Торы, которые читаются по отрывку каждую неделю. И день завершения чтения Торы – это и есть праздник Симхат Тора, когда свиток полностью заканчивается, его сворачивают. И далее он, значит, следующая неделя, это опять-таки читается Тора по-новому. Значит, что в этом, какой в этом очень важный символизм? В этом есть очень важный символизм, значит, кроме самого вот этого бесконечного учения Тора. Чему именно Тора выглядит как свиток? Вот Коран, мы знаем, он как Коран, но и вы сохранили вот эти большие крупные свитки Торы, потому что это олицетворение мира, потому что это спираль свиток, это спираль, это кольцо, это то же самое, как планета вокруг Солнца, Земля вращается, и каждый год это новый круг, один и тот же круг, да, мы вращаемся. То же самое свиток Тора, это как бы вот олицетворяет вот этот вот бесконечный цифр космический. И почему это именно произошло в Торе в этот день? Потому что это говорит о том, что мы подходим к концу современной эпохи цивилизации, современной цивилизации. Потому что по еврейскому летоисчислению сейчас 5880, по-моему, третий год. Не помню точно дату еврейского календаря. Смотрите, вот прямо сейчас, тарих, да, тарих иври у нас, я уже запамятовал, какой у нас, раньше я это знал. Сейчас я этого не помню. Сейчас я гляну. Так, это только месяц и день, это не то, а где у нас, какой у нас. Так, это Пей-Далет, это 700, Пей, это 84-й год. Да, я сказал 83-й, наступил 84-й. То есть сейчас по еврейскому летоисчислению 5784-й год от сотворения мира. Ну, тут философский вопрос, что означает мир и так далее. Но, тем не менее, это время, которое отпущено нашей современной цивилизацией. Вот это будет самое точное. То есть фактически мы зашли в последнюю уже седьмину. Последние вот эти вот 100, с небольшим 100, 216 лет нам осталось. 216 лет делится как раз 210 на 7. Мы входим в последнюю вот эту так называемую седьмину прихода Машеха и тысячелетнего царства. Ну, в христианстве называется тысячелетнее царство Машеха. Или седьмое тысячелетие – это шаббат, да, святое тысячелетие. Значит, и вот этот праздник Симхат-Туры и вот такое ритуальное происшествие, которое произошло на наших глазах, которое повлияет на судьбу не только всего Ближнего Востока, но и всего мира, оно происходит в этот день, чтобы показать, что сейчас начинается отчет уже конца цивилизаций и отчет духовного мира. То есть переход, мы выходим из вот этой старой истории, реальной, и переходим в некую новую эру. И, во-первых, мы знаем, что сейчас идет переход из эры рыб по зодиакальному циклу в эру водолей. То есть это смена действительно эпох. Это большая вот эта смена, переходной период, который будет длиться несколько десятилетий. И фактически, это вот знаете, на что похоже? У евреев весь день меняется не в полночь. У всех народов мы привыкли в 12 часов ночи. Сегодня пятница, завтра суббота. 12 часов – это водораздел. У евреев это не так. По евреев происходит, фактически, есть такое понятие димдумин, да, то есть сумерки. Они с захода солнца и до выхода первых трех звезд. И это, как правило, получается там 8 часов вечера, 9 часов вечера, когда уже четко видны первые три звезды. Так вот, мы сейчас находимся между этапом зажигания субботних свеч, это момент немножко до захода солнца, и появлением трех звезд на небосводе, когда мы их уже можем видеть невооруженным глазом. Вот этот узкий такой час, да, это в сутках обычно такое час-полтора такой водораздел, это и есть последние 200 лет по космическому календарю между старой эпохой и новой эпохой. Поэтому вот сионисты нам дают, значит, прямые указания, что нечто сейчас начинает происходить, что подведет финал, подведет черту, значит, над старой цивилизацией, к которой мы все привыкли. В этом и заключается вот этот глубокий духовный смысл. То есть получается, что у вас переход – это сумерки, по, так скажем, понятиям человека – это сумерки. Сумерки, когда начинают оживать духи. Ну, да, потому что, как бы, солнечный свет, он на самом деле, это же солнце, оно ближе по степеню энергетики находится к Творцу. Да, это чистый свет, солнечный свет – чистый свет. Поэтому в храмах используется золото, потому что золото – это благородный металл, чистый металл, который там не растворяется, да, всякими кислотами. Кислоты – это всегда зло. И вот золото – это как платиновая группа, они не растворяются, поэтому их можно использовать в храмах. У всего этого есть глубокий смысл. И я вот эти все моменты изучал тогда в Ешиве в свое время. Я же шесть лет до армии учился в Ешиве. У этого всего есть и получается, в самом деле, связь с духовным миром во всех его спектрах, да, потому что мы знаем, есть инфернальный духовный мир, то есть демонический, есть божественный духовный мир и есть еще там различные иерархии тоже, которые находятся между демонической и божественной. С ними связь, естественно, лучше ночью. Почему? Потому что дневной свет, свет, сон, он становится стеной между духовным миром и материальным миром. И он препятствует вот этим контактам. Именно поэтому, естественно, все мессы, они происходят в полнолуние, когда, значит, максимально идет искаженный свет. Ведь что такое свет от Луны? А Луна же сама по себе не светит, правильно? Луна, она фактически только отражает солнечно-свет нам. То есть это искаженный свет, это как бы свет. Вот именно поэтому зеркала считаются пталами в темные миры, потому что тоже зеркало, оно искажает пространство. Оно отображает нам, оно дает как бы ложное пространство. И вот Луна, это и есть тоже большой портал, значит, в духовные, как правило, инфернальные миры. Потому что, опять-таки, те, кто связан с Богом, они могут, значит, они наоборот днем. Вот Моисей и Мухаммад, они принимали все свои пророчества днем. Это тоже очень важный момент. Не ночью, а днем. К Моисею Бог явился в горящем кусте, и это было во время дневного света. Это тоже все вот эти интересные моменты, они все не просто так. И, ну, современные политики сами себя в этом плане поставили на три ступеньки ниже, когда отказались. Западная политика, поэтому я считаю ее мертвой. Западная политика и западные страны будут уничтожены. И процесс вот этого их уничтожения как раз-таки послужит война на Ближнем Востоке, когда толпы мусульман и арабов ринутся в Европу и начнут, значит, эту всю Европу расшатывать под себя. Это точно произойдет, и мы, что Европа не способна это уже остановить. Вот. Поэтому у всего этого есть закономерность. Сегодня Германия как раз начинает обратный процесс. Германия уже недовольна большим населением арабов в своей стране и начинает, ну, практически выселение какие-то, в том числе и украинцев также. Для чего им это необходимо, скажите? Я так полагаю, что это просто мясо для следующей войны. То есть вот украинцев выселяют из Германии, гонят сейчас. Швейцария тоже не согласна с тем, чтобы у них жили украинцы. Таким образом у нас с вами получается, что как бы люди, вот те переселенцы, которые переселялись в течение последних 20 лет, они нежеланны в тех странах западных. То есть то, что вы сказали, что западные страны будут уничтожены только потому, что там, скажем, вот такой хаос, много разношерстных беженцев, и таким образом Европа будет уничтожаться. Для чего Европа будет уничтожаться? И куда будут переселяться все остальные люди? Для кого готовят мир? Каким он будет мир? Пустым? Или еще каким-то он будет? Для чего это делается? Или Европу вообще хотят почистить, чтобы ее не было, а заселить кого-то, людей с Луны или Солнца, да, всяких инопланетян заселят на территории Европы. Израиль же не хочет занимать место Европы, ему это не нужно. На этом он и играет, да. Есть Европа, есть Россия, есть Украина. И на этом фоне это все происходит, большая такая игра, где все-таки куются деньги на самом деле. Потому что жизнь человека ничто. Человек сегодня товар, который продается с одной войны на другую. И таким образом у нас, да, жизнь это товар, трансферы и все остальное прочее. Я так полагаю, что депортации еще грядут. Депортации большие. Мы называем это переселением, но по российским законам, когда говорят гулаги, вот законы эти 50-х сталинских годов, это депортации, 40-е годы. В России, я полагаю, что это еще грядет, это еще будет. В Израиле, но мы тоже с вами говорили, что тоже грядет такие переселения из Израиля, скажем, в украинскую часть, да, там Донецк и Херсонщина, хорошие земли. Что готовится в мире? Ариэль, вы понимаете, что мы... Значит, ну, Европе конец. Европе точно грядет конец. Она, понимаете, в момент, когда Европа сама отказалась от своей духовной связи, полностью отказалась от религии, даже в той лайтовой форме, в котором она была у нее последние 200 лет. Ведь это началось с момента реформ Наполеона, да, уход в светское полностью государство и вырождение Европы начался как раз-таки с законодательства, которое было полезным, но оно оказалось очень ультра таким вот, ну, бесчеловечным. Оно потеряло вот человеческий моральный облик. Вместо него пришли вот эти вот бюрократии и законы, которые просто выродились за 200 лет. Поэтому Европа будет уничтожена. Скорее всего, после ядерной войны между Россией и Европой там вообще ничего не останется. То есть там жить будет невозможно. В Европе нет ресурсов, да, то есть у нее нет вообще никаких природных ресурсов. Поэтому ее выживание никому не нужно. Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы все богатые европейцы переехали в США. Во-первых, это увеличит долю белого населения. Европейского населения в самих США. Во-вторых, это перевезет все производство США из Европы. Поэтому США не заинтересованы. Часть убежит в Латинскую Америку, как это уже было. Часть убежит в Австралию и Новую Зеландию. Поэтому Европу ждет столкновение России и фактически ее уничтожение. Будущего у Европы нет. По большому счету это, естественно, процесс не быстрый. Может быть, это возьмет 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет. Но, в принципе, Европа идет на самоуничтожение, причем при активной помощи и со всех сторон. И как-то это поговорка есть. Падающего подтолкни. Вот то же самое будет с Европой. Падающего подтолкнут эти злодеи. Поэтому ни сионисты не заинтересованы в Европе. Единственное, знаете, кто заинтересован в Европе, на самом деле, объективно, это только Путин. Путин заинтересован в Европе. Вот он поэтому не хочет развязывать с ней большую войну. Потому что они еще мечтают ездить в Куршавели. Вот и все. Да, Люксембурге, Куршавели, вот это им нравится. В Европе останется несколько таких вот анклавов, которые сохранятся. Скорее всего, это Австрия, Швейцария, Северная Италия, Северная Франция. То есть, вот это вот высокогорье, да, европейское плато. Останется, что-то останется в Северной Европе. Там Дания, может быть, Норвегия, часть Северной Швеции. Южная Швеция будет уничтожена. Мальма будет уничтожена. Вот. И, соответственно, Германия, скорее всего, Бавария тоже та часть, которая ближе к Франции, ближе к Швейцарии останется. А Берлин, это все будет уничтожена в Недерной войне. Поэтому ограничена в Недерной войне между НАТО и Россией. Поэтому как бы вот в России, в Европе никто не заинтересован. Россия превратится в такой вот лагерь большой, да, с множеством маленьких лагерей, где люди будут жить в бараках и добывать ресурсы для западной цивилизации и для Китая. Да, потому что Россия должна сохраниться, чтобы поставлять Китаю зерно, поставлять Западу зерно, чтобы поставлять металлы, нефть, газ. Это же надо все равно откуда-то брать, правильно? Поэтому Россия превратится, города пустеют, потому что там будет радиация, и люди будут жить на выселках, в полях, питаться гнилой мороженой картошкой. И богатые, опять-таки, чиновники, они будут сидеть в бункерах Росрезерва, куда они сейчас еду загоняют. Вот Россия сейчас завозит во все свои бункеры эшелоны, эшелоны продовольствия и других материалов, необходимых для длительного проживания. Это все видят, есть кадры, значит, как Россия готовит бункеры в случае ядерной войны. Вот, поэтому я думаю, что вот такая ситуация грядет. В Европе ничего хорошего не будет, кроме определенных частей, да. Получается, в результате, что у нас получается? Европа уничтожает, то есть мы говорим сейчас о людях, даже не о земле. Европа уничтожена, людей там нет, да. Анклавы не считаются, они будут как бы... Маленькие, обособленные, нищие, да. Да, что у нас? Россия у нас превращается в раба, раба Китая, который будет работать на Китай. И, в принципе, да, это будет полное подчинение Китаю. Да, что у нас? Израиль, таким образом, захватывает весь Восток, который... Израиль, ну не весь, Израиль станет увеличить свою площадь примерно в два с половиной раза, потому что надо будет... Понимаете, в чем ошибка сионистов? Что они все равно пытаются Израиль объявить обычным еврейским государством. Это неправильно. Надо было сразу говорить, что Израиль – это царство Израиля. Не государство Израиль, а царство Израиль. Потому что тогда для мусульман правоверных было бы понятно, кто мы-то и почему мы здесь. Потому что у них в Коране написано, что это сыны Якова. Они приедут, восстановят свое царство. Поэтому надо вещи называть своими именами. Я полагаю, что именно так и будет. И в результате мусульманский мир окажется под Израильским царством. И будет совместный сплав религии. Потому что арабы не перейдут ни в коем случае сразу какие-то иудейские законы. Нет, нет. А это и не нужно. Это абсолютно не нужно. Поэтому, да, будет верхняя прослойка. Это будет еврейская прослойка, которая будет руководить халифатом. Насколько я понимаю. Ну, это будет триумвират. Это будет все-таки такой вот триумвиратик, который они организуют. Значит, будет общий совет религий и мировое правительство, которое станет исполнительным, исполкомом, да, исполнительным комитетом духовного совета. Будет во главе духовный совет, который номинально будет состоять из трех религий. Ну, из христианства, иудаизма и мусульманства. У мусульман будет большинство газосов, но не больше половины. По количеству. На втором месте будут христиане. На третьем месте будут иудаизм, потому что это самое маленькое по количеству людей. Но при этом основные решения по вопросам безопасности и финансов будут принимать, естественно, Коэны. Да, Каганы, Коэны. То есть это тоже уже согласовано с этими же самыми шейхами. Я вам даже открою такой секрет, у нас меньше минуты, но тем не менее, вот шейхи, они же даже те, которые накопили на миллиардное состояние, ищут евреев из Лондона, из Швейцарии, которые приедут к ним и будут управлять всем и датством. Они всегда не хотят этой текучкой занимать. Продолжение следует...